Бывают такие ситуации, когда люди ставят перед собой большие амбициозные цели, а иногда и вообще нереальные. Ну, например, заработать миллион долларов. Такая мечта, о которой грезят многие. Как же заработать этот миллион долларов? Ну, во-первых, нужно понимать, что для того, чтобы заработать такую большую сумму, для того, чтобы эту сумму притянуть в свою жизнь, получить эту энергию в виде денежных купюр, необходимо что-то миру дать взамен. То есть, для того, чтобы получить, нужно дать. Подумайте, что вы можете дать миру, что вы можете дать людям. Какая, возможно, услуга, какой товар вы можете создать или реализовывать, давать какие-то услуги людям. То есть, например, для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно оказывать услугу парикмахерскую. То есть, нужно стричь людей. Или же давать какие-то юридические консультации. Или же какую-нибудь другую услугу давать людям. Но взамен вы получите не так много. То есть, вы не получите миллион долларов, если будете стричь. Но если вы издадите книгу, как правильно стричь, и ее, условно говоря, купят миллион людей, то вы можете заработать такие деньги. То есть, прежде чем запрашивать, что-то запрашивать, важно спросить себя, что вы готовы дать. Поэтому задавайте себе вопрос, какую пользу я могу привнести в этот мир. И пропишите конкретную цель, вот тот же миллион долларов, заработать миллион долларов. Прописали и внизу маленькую сноску. Я получу этот миллион долларов за то, что я сделаю то-то и то-то. То есть, что вы сделаете? Вы должны это четко понимать. И, конечно же, когда вы попытаетесь достичь большой масштабной цели, на вашем пути будут встречаться трудности, сложности, препятствия, которые будут мешать вам достичь задуманного. Есть разные препятствия. Сейчас я хочу рассказать вам о некоторых из них. Во-первых, это страх. Страх неудачи. Страх, что у вас может не получиться то, что вы задумали. И этот страх, он может быть небезосновательным. То есть, возможно, у кого-то уже, кому-то не удалось достичь того, что вы хотите достичь. Или же наоборот, вы пробовали взять вершину, но вам это не получилось. Не получилось создать бизнес, не получилось похудеть, не получилось реализовать какую-то иную мечту. Второе препятствие – это страх осуждения. Когда у вас будет желание чего-то достичь, вам могут мешать другие люди. Я их называю воры мечты. Люди, которые ничего в жизни не достигли, но они умеют только критиковать и осуждать кого-то. И вот этот страх перед возможным осуждением других людей, он может очень сильно мешать вам продвигаться вперед. То есть, вы будете думать, а что подумают они, если у меня не получится, я буду выглядеть полным кретином. Или же, когда у меня получится, я, например, создам бизнес, что они будут думать обо мне, как о богатеньком человеке. Поэтому важно не обращать внимания на злые языки, а просто идти вперед. Караван идет, собака лает, и вы идете к своим целям. Следующий страх, который может возникать, что цель, которую вы пытаетесь достичь, она не ваша, а она чья-то. То есть, она навязана кем-то, и вы просто можете зря потерять время и усилия. Такое тоже бывает, но важно слушать зов своего сердца. То есть, что вам подсказывает ваша душа, ваше внутреннее «я». Действительно ли я хочу достичь этой цели? Действительно ли я буду прыгать и плясать от удовольствия, если я реализую то, что я задумал? Если ответ отрицательный, то стоит найти какое-нибудь другое занятие, когда вам не придется себя заставлять, себя уговаривать, а вы просто, как по накатанной колее, будете идти к своей цели, вы будете заниматься тем, что вам по-настоящему доставляет удовольствие. Следующее, четвертое препятствие – это лень. Лень – это когда человек пребывает в своей зоне комфорта и не желает ничего менять. Когда у него более-менее все хорошо, когда он приходит домой после работы, уставший, вваливается в кресло и смотрит телевизор, и не хочет ничего предпринимать для того, чтобы достичь большую, амбициозную, яркую мечту. Но вот представьте, что вы тоже устали, возможно, еще больше, чем я вот только что описал, и вам кто-то позвонил и пригласил вас на вечеринку, на которую вы очень сильно хотите пойти. Конечно, вы найдете у себя силы, найдете энергию для того, чтобы подняться, привести себя в порядок и пойти на эту вечеринку. И для того, чтобы не лениться, перестать лениться, у вас должна быть действительно большая, масштабная, яркая цель, которая поможет вам найти энтузиазм, найти страсть и довести любое дело до логического конца. И последняя трудность – это непредвиденные проблемы, неприятности, какие-то форс-мажорные ситуации, которые зависят не от вас, а от обстоятельств непреодолимой силы, от других лиц. То есть вы никак не можете на это повлиять. Как в этом случае себя вести? Можно двумя путями. Во-первых, можно сводить себя с ума, расстраиваться, волноваться по этому поводу и переживать очень сильно, что может привести к еще большим последствиям, то есть усугубить ситуацию. А можно извлекать уроки и становиться сильнее. Думать не о проблеме, а о том, как вы можете выйти с этой проблемы, с этой ситуацией. То есть важно, какая ваша реакция на эти проблемы. Итак, ставьте большие, яркие, амбициозные цели и будьте готовы к трудностям и препятствиям, которые мешают вам их достичь. Мы встретимся с вами в следующих видеоуроках. Это видео для вас записал Евгений Горобченко. Пока-пока.